хоба привет с вами доктор влад у нас плюс 12 сегодня 30 мая последний день весны надо понимать так и какие новости газпром начнет переговоры по газу с белоруссию после уплаты долгов белоруссию до белоруссия задолжала белоруссия задолжала россии а беларусь говорит что у него нет никаких долгов вот интересно как они будут ха-ха батька опять палки в колеса вставляет россии подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские это хорошо ребята все постригутся только как вот брить если чё ну побриться можно и дома да да мне тоже вообще тоже пора скоро стричься соцсети против трампа в сша объяснили санкции против интернет-платформ но смысл такой что трамп посчитал что у вот этих вот интернет-платформ каких-каких twitter потом facebook и instagram слишком много прав и вот он решил их ограничить эти права зря он вообще связался зря их и зря twitter отреагировал на указ трампа о регулировании соцсетей и в общем тут понеслось по трубам скандальчик ему только не хватало да в преддверии выборов то журналистов эхо плющевый фельгенгауэр снова сдержали на петровке опять 25 опять снимки из из этой из машинки до из автозак а странно странно чё это не так россия планирует расширить свои базы в сирии ребята нам картинку показывал вчера да погнали туда военную технику и опять опять путин хочет повоевать вот не имется а старому евгений покушалов отрицает владение квартирами в нью-йорке у известного новосибирского кардиохирурга евгений покушалов по иску прокуратуры хотят отобрать две квартиры в нью-йорке а как они это сделают интересно он сообщил что это не его собственность на бабушку записал наверное идите в кардиохирурги ребят речь идет о квартирах нью-йорке стоимостью 123 миллиона рублей вот так хорошо на кардиохирургировал в маэф получит патрульный корабль павел державин раньше сроков у него правда дна еще нет из винтов всего один этот крутится в другую сторону но вот был построен на зеленодольском заводе ну вот пешком по суше как-нибудь до доход населения сша в апреле выросли на 10,5 процентов а расходы упали на 13 процентов в магазин не ходят а деньги дядя сын нам регулярно нам сейчас опять вот с женой немножко подбросят да это хорошо это хорошо так посольство россии напомнило вашингтону о выселении индейцев а вы индейцев выселяли 190 лет назад вы какие вы не хорошие во блин а нечего сказать совсем в ряде регионов рф допустили очный очный формат выпускного 27 июня ну там натанцуются жим-жим и переболеют все опять и некому будет поступать дураки бой машина на 201 базе создали новый образец бронетехники на базе урала а в таджикистане это урал обшили бронелистами до бронемашина слушайте знаете она на что похоже ну тут картинка есть да вот как же это фильм называется по пустыне там они все гонялись гонялись на каких-то машинках странных ну-ка напомните мне кто кто помнит очень хороший фильм кстати так это что еще максим самсонов это заголовок читаю давайте публично заклемим позором и нехорошими словами тех кто изуродовал саратов а почему изуродовали саратов а потому что приняли решение строить высотки не не выше 10 этажей мы потеряем 20 процентов но почему же за уроду это ну а вот эти вот стоят небоскребы то упадут ведь упадут строить не умеют саратове ну ладно кравчук назвал способ остановить агрессию россии он правильно рассуждает если кто не знает это первый президент украины он говорит что лидеры европейских стран непоследовательны то они значит открывает санкции против россии а в то же время участвует строительстве проекта северный поток 2 вы или одну или другое а так мы украину как говорится донецк вернее в украину никогда не вернем правильно правильно говорит да иван еремин стал владельцем ведомостей да какой-то новый иван деревян но посмотрим чуть при ведомости будут писать но где-то взяли так нижегородский суд это вообще-то арестовал бывшую главу города елизавета солонченко а как же он арестовалась она в лондоне живет заочно заочно поступило ходатайство короче она наворовала до взяток на общую сумму свыше сину очень 80 миллионов рублей да и смоталась в лондон это где пишут это российская газета пишет а вот лента ру уже конкретный заголовок бывшая глава российского города сбежала в англию 79 миллионами рублей и фиг ее достанешь ребят вот вариант давайте в главу города до пару лет отработаете наворуйте как следует и в лондон а лондон не выдает россии нифига березовский там был но правда березовского доставлен путин объявил 24 июня выходным днем а также 32 33 35 ой вознаменование 70 75 годовщины победы никак он не успокоится по данным левада центра уровень доверия к президенту путину продолжает снижаться в ноябре 17 он был 59 процентов так в апреле рейтинг был 28 а вот час мая 25 на втором месте шойгу на третьем мишустин так и любопытно рейтинге доверия собянина зюганова и навального оказались по 4 процента вот компания до самую младую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи она наврала наврала да но мне надо было врать это из семейства кардашьян или кардашьян как ее тут называют кайли дженнер она наврала что у нее миллиард а у нее всего 900 миллионов долларов ребята нельзя врать нельзя ну вот ее выкинули из списка ну ладно мне хватило 900 миллионов не миллиард не обязательно так два эпидемических прогноза от путина это андрей ларионов вот копателя интересно он говорит смотрите путин считает риски заражения во время проведения парадов 24 26 24 июня 26 июля отсутствующими нет никаких рисков а во время проведения саммитов какие-то саммиты здесь брикс неприемлемы высокими главное этим бриксом нельзя встречаться а на парад пожалуйста ребята и во время проведения марша граждан 26 июля незначительные вот это да ха-ха рискует жизнями до пример министр японии намерен отказаться от поездки москву по случаю 75-летие победы да ничего делать ребят конечно ожидание пресс-конференции трампа по китаю насторожила биржи нью-йорка ребят не только биржи нью-йорка вот как только трамп открывает рот сразу все настораживаются тому что начинает нести такую чушь то дмитрий песков отпустил бороду за время карантина надо же а ну это же нету парикмахер стекла вот он с бороду страшный какой стал дед и дед возлюбленная илона маска продала нет продаст еще только часть души за 10 миллионов долларов вот она картину нарисовала и написал бумажку что к ней прилагается часть ее души ну чё на манэ что ли в конце концов за 10 миллионов продавать картину господи трамп сша прекращает все отношения с восс всемирной организации здравоохранения ну это опять вот я говорю слон в посудной лавке мне тоже меня такие меня терзает смутные сомнения что восс что-то там не то с этим коронавирусом и слесарил но так вот сразу все отношения я бы не стал до меня не избирать вообще-то а нб сша обвинила российских хакеров в кибератаках но это уже тоже это не новость это постоянно билан лепс и тодоренко запросили госпомощь в виде мрот мрот минимальный размер оплаты труда там 12 130 рублей ха-ха совсем денег не да так инфицированный коронавирусом клоун виктор феррони умер в москве последний представитель известной династии коверных скончался на 83 году жизни а я вообще не знаю кто такой феррони надо же династия всего клоуны феррони выступали на манежах цирков на протяжении 200 лет вот так 100 миллионов android смартфонов угрожают китайские шпионские приложения причем они все есть на google play и там ребята не качайте ничего с google play а вот ей-богу они что-то там следят нехорошо это премию мира за такое не дадут что грозит трампу за попытку регулировать соцсети но это русские пишут что правильно давно пора прижать этот фейсбук не ребят это все фигня не надо их трогать не надо трогать их так с новостями у меня все но у меня два изумительных ролика первый от владимира у них речка в этот куни до речка называется кунья она вышла ну выходит из берегов уже наполнилась до краю посмотрите ролик и второй ролик мне прислал парень горит огород это наша деревня в омской области на карантин закрыта целая деревня их там всех заблокировали все вот правда ролик него ролик насколько я понял их какого-то канала там местного да ну посмотрите я решил его тоже включить попали они в тираж вот посмотрите и всего хорошего до свидания доктор влад с вами пока пока где-то там черныш черныш не вижу только сейчас под окном орал вот совершили так черныш ну где он там черныш 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 и скиски скиски скис ой часто вам сейчас тебя накормлю погуляем сейчас милый да красиво красиво он там дальше озерца здесь не видно сейчас мой хороший час я пойду его искать эту банду вышли мы с туманом за калитку а он сидит под лестницей орёт мяу-мяу вышла бабушка его пкачала он сразу подбежал к ней да даман вот главное бабушка его вытала полотенцем всего баклющий все гад такой сидит дома не пущу никуда нет сидит в дверь и орёт вот смотрите что нас тут налило видно да вышла соседка Оля кричу Оля как там у тебя она говорит Володь затонуло всё плаваем видно да он слышал опять орёт а что ж такое то вот-вот у нас тут какие озёрки это ничего сейчас покажу за сегодняшний день налило прилично как видите да это около беседки всё около беседки ужас ужас как же я успел откатиться ладно всё пока прибежал весь мокрющий поглядеть на хвост двое суток не было загулял все все двери закрыл больше у людей пока не выпущу так а у нас сегодня внимание всё на речку сейчас я схожу кишку закормлю и покажу вам речку она почти вышла из берегов вода не убирается из участков речка полная куда и деваться течение сильное речка полная вот ручей выходящий с нашего участка как видите он наравне с речкой куда тут вода денется да никуда пока речка не сойдёт удачи не видать да вон всё плавает всё плавает всё плавает сейчас я вам попробую показать течение какое еще не сильное однако это вот вчерашние дожди нам всё видно да ну сколько здесь вот осталось примерно что выйти из берегов ну сантиметров 20-25 от силы и сегодня нам дождей не нужно сегодня опять же обещают дожди и грозы не знаю да сначала весны такой речки не было у нас не было ой не пойду туда не пойду глаза не глядят все у нас сейчас вся проблема в речке ладно пока все хватило аккумулятора видите вода стоит в теплице для перцев баклажанов все видно да тут скажешь а это наш попал видите вода давно такого не было ну что пока речка не сойдет так будет от вода стоять попали да товарищи давно такого не было все попробуй снять видны кто-то видно кто-нибудь нет вода вода кругом вода ну блин ну погода круглосуточно возле деревни дежурят полицейские заблокированы все дороги даже поселковые на карантине примерно 300 человек я не скажу что испугались в принципе нет больше переживали за то что не пускают из деревни у всех свои дела кому-то на работу ваш работодатель как отреагировал что вы не придете на работу я позвонила объяснила ситуацию сказала что вроде бы как ну будет вроде бы больничный дальше говорю нам ничего точно не говорят улицы опустили жители стараются не выходить из своих домов в деревне ковид-19 заразилась целая семья сейчас выясняется с кем заболевшие контактировали связи с выявлением семи лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди жителей поселения Роспотребнадзор принял меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания среди населения калачинского района в ближайшие четыре дня в деревне проведут дезинфекцию специалисты обработают все улицы заборы и постройки внутри магазинов обязаны это сделать сами собственники то них там предписание то есть у них график есть у них все свое должно быть а снаружи мы это все обработаем и те дома в которых и подворья в которых сегодня есть подтвержденный результат мы их все обработаем магазина в деревне работают вход строго в масках и перчатках здравствуйте при лавке полный есть все необходимые товары от продуктов до бытовой химии в том что запас продовольствия в деревне есть заверил и глава калачинского района он также пояснил что поставки будут каждый день кроме того у жителей адресно спрашивают что необходимо сегодня например уже доставили ветеринарные принадлежности привезут и лекарства заявки можно оставить через интернет по телефону единой диспетчерской службы или передать главе поселения отдельно будет доставлять водитель полностью обеспечены масками перчатками и средствами это все будет находиться в салоне автомобиля контакта с деньгами у нас не будет деньги будут как бы отдельно хранится в течение пяти дней потом только уже они будут сдаваться в банк закрытие сразу целой деревни для омской области прецедент до этого карантин объявляли в подъезде общежития и в отделение к поликлинике когда в стародубке снимут ограничения пока сказать сложно по нормативам это минимум 14 дней столько длится инкубационный период коронавируса юлия думанова и дмитрий хромцов 12 канал